всем привет хорошего настроения дорогие динамышленники короткий очень честное слово друзья вот этот маленький красненький кассетный плеер который я купил на рынке чтобы посмеяться за 50 рублей не при не перестает меня удивлять вторую часть обзора вы видите его внутреннюю часть так сказать и те вещи которые меня в нем поразили но сейчас хочу показать его в работе во-первых и рассказать что меня в нем также вовлекло в удивлением но как выйдет это предмет ноунейм то есть на нем написано что он стерео стерео персонал кассет player high resolution замечательно вот из органов управления присутствует play перемотка вперед и стоп он действительно стереофонический в этом я убедился тут такое несколько испачканный клеем видимо как стекло то отвалилась его владелец склеивал возможного ведь была какая-то наклейка с информацией о том кто его произвел вот здесь здесь сейчас ничего нету все пусто есть только место под клипсы а вот тут написано что громкость макс минимум и афона а также вход внешнего блока питания крышка была утрачена я тут уже соорудил батарейного отсека крышка утрачена была я даже соорудил нечто подобное указано что две батарейки типа а а кассет player и собственно говоря 10 5 вольт в 10 3 вольт для батарейки ну или экстрональная внешне питает тоже 3 вольт работает зараза вот включаю убедитесь это воспроизведение это стоп это перемотка вперед переводка только одна узел катушечный только один открывается загружается кассета все для примитивности просто то есть даже на крышке нету никаких в разъемах под кассету просто открыли крышку потом кассета пальцами вытаскиваем головка что там у нас вот ролик вращается причем и головка и ролик в приличном состоянии все достаточно и даже не тянет я на немножко побаловался резистором регулирующим скорость воспроизведения этого стало достаточно ну как говорится это все без звука сейчас я вам рублю соответственно наушники подключим давайте или телефоном соответствующему выходу вот и включим его на воспроизведение это кстати синская кассета действительно казалось синская кассета какие-то финские народные национальные песни я не могу прочесть что там написано синония е но легко и надо у сашки спросить приятели с хельсинки он бы точно прочел что это за такое не знаю забанят за них не забанят такая специальная кассета сайт бит давайте попробуем включить играл он с фоном я там чудо ним не знаю что сделал поковырялся high resolution стал играть без фона так где были слова не только музыка музыка какая-то больно грустно перевернуть на другой стороне значит поют печальную финскую песню видите него как бы покажу как все предельно примитивно у него только один вращающийся узел подкассетника 2 просто шпенек вот этот пенек куда кассета одевается никоим образом не может смотать две стороны вот такая печальная финская песня кто понимает по-фински переведите о чем поется поразил на другое когда пытался выключить к усилителю даже вот просто как активным колонкам спикером вот у меня есть тут такое много штекерный сказать разъем включая эти колонки наушники он ведь играют да а если же мы вытащим наушники и воткнем туда штекер ищик усилителю сейчас твой вместо музыки услышим вот такой радостный шум работы двигателя почему это так разные сопротивления входа что ли но почему он все-таки ничего не выдает туда-то перемотку врубаем начинает гудеть сильнее да усилитель работать все работать я подключала также как акустическую системе ну к центру музыкальному центру через усилок все на усилок он ничего не выдает никакого звука с него на усилитель не идет но в то же время есть у меня вот такие тоже ради эксперимента достал с полки мини колонки для плеер как раз выпускались когда-то в ссср таки еще калибре по-моему называется да где-то было написано что это калибре мини акустическая система калибре там где-то за решеткой по-моему написано просто тупо динамик больше там ничего нет такой блестенный мощности в них никакой качество никакого звука никакого но если мы включим вот эти калибре во вход вернее выход этого аппарата парадоксально но факт сейчас съемку с рук воткнул они играют почему-то не громко набирать ай стерео многое мультцентр получился я не буду этот плеер уничтожать он прикольно как раз на веселье я хотел на запчасти пустить дачу из этих запчастей головка ролик неизвестно куда 21 вернее даже изношенный пасек потому что 2 я поменял что долгая песня где слова там религиозный что это в общем загадка для всех и не наушников почему этот плеер играет только на колонке и на наушники сопротивление тут сами понимать единицы ома единицы омов да может десятки на наушниках а почему на усилителе он не дает сигнал только шум мотором не на 1 не на 2 попробую говорю регулярно громко что штука но все перехожу к второй части обзора где будет показано богат внутренний мир этого плеера и загадка остается неразгаданный как так на наушники играет на мини колонки играть больше ни на что не играть ну и сулок вернее сигнал не выдает ну а внутренний мир этого плеера я признаюсь вам меня честно удивил подразобрана в день кисти от вентил вот простейшая схема управления так сказать всем на свете моторчик крупный такой маховик который связан с ведущим валом а это на подмотку соответственно и на перемотку пасек один пришел в полную негодность я сделал такой не не нашел вообще было не надо быть пришлось тут извращаться даже двигатель немножко подвинуть а пасек сделал знаете из чего цепляет просто за этот за эту плату я тоже отвинтил взял отрезал от резины и перчатки палец и скрутил с такой жгутик колечко от пальца потому что ну не подобрать было пасек работает 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 удивило я другое на самом деле откидываем платам внимательно смотрим сюда видим во первых что кто-то уже перепаял гнездо для подключения питания да но меня породило другое на этой плате нет ни одной микросхемы то есть все собрано на рассыпухах я думал здесь есть хоть что-то как-то универсальный усилитель нет ничего подобного знаете как просто раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь транзисторов дискретные детали раз два три четыре пять раз два три четыре пять шесть семь конденсаторов куча резисторов конденсаторы причем только электролиты этот резистор это подстройка соответственно скорости вращения двигателя это вот регулятор громкости и все вот так вот собрано кинематика тоже и механика вся простейшая вот как все это работает воспроизведение перемотка стоп клавишу стоп кто-то уже чинил вот ведь тут проволочка какая интересная намотана медная клавиша отвалилась и работает вся эта фишка работает кондер что ли перепаять ради интереса по приколам внутри вот так он даже ничем не привязан к этому своему так сказать корпусу здесь все просто головка стерео стерео реально все стерео покупал ты вроде головки головку взять его сейчас что-то жалко техника работает все-таки пусть плохо пусть некорректно головку ноунейм на стереофоническая вот смотрите два красных проводит каналы и черный провод из нее выходит это общий потрясающая схема ни одной микросхемы первый раз такое вижу все на рассыпухе какие интересные года движок кстати брендовый сейчас как он называется митсуми маленький двигатель митсуми 90-е годы на этом наверное всем обзор заканчиваем большое всем спасибо за внимание всем привет и хорошее настроение всегда с вами сергей крышечка утрачено и место нее такую самопальную сделал крышка батарейного отсека воде должна была быть клипса на пояс вешать ну и интересно что скрученном был отечественными шурупами посмотрите это не саморезы заржавевшие отечественную шурупы видать резьба съелась от саморезов человек не долго думаем привинтил на шурупы все пока всем привет и хорошего настроения